И он понимал еще некоторые вещи, то, что делает Бог, и это очень мое сердце тронуло. И когда еще в декабре Уэйн попросил меня приехать преподавать здесь, то я молился и спрашивал Бога, что бы Бог хотел сделать и завершить здесь. И две вещи я понял. Первое, поскольку моя семья, мои предки, мой дедушка родом из Одессы, это будет важно для меня. И также я понял еще одно, когда прочитал это о Розенцвеге. Он говорил, что обновление сил веры и любви направлено для церквей из России. Направлено для церквей из России. И русская церковь доказала, что она является почвой, которая взрастила бесконечное количество надежды для людей. И это помогло людям взрасти, вырасти в темной стране. Он говорил, что присоединение, вовлечение русских в христианство это было одно из самых великих событий в истории. И так, что же он видел в важности того, что русские, что они придут к вере, к христианству? Он понимал, что люди чувствовали давление, и угнетенность, и это рабство, это их похоже было на рабство Египта. И поэтому это было чудо, что Бог обратил эти жесткие и угнетенные сердца для того, чтобы они смогли принять Ешуа. И это мне напоминает притчу о семене. Где сказано, что одна почва была твердая, другая почва была в терновнике. А другая почва была не очень глубокая, и поэтому семя была украдена. Но некоторая почва была мягкая и плодоносная. И поэтому он понимал, что русские народы, их сердце должно быть мягким для того, чтобы принять Евангелие. И помните, когда вчера мы молились о еврейском народе. Я думаю, что очень важно продолжать молиться таким же образом. И так же, когда мы видели, что Коген отворачивал людей от Бога. И он учил, что немецкая мысль выше еврейской мысли. Мы можем увидеть искупление. Поэтому очень важно продолжать молиться об избавлении еврейского народа. Я верю, что в истории это очень важный период. И Бог хочет исполнить что-то пророческое. Вы понимаете это, да? Так же, еще один факт, чему он учил. О творении, избавлении и откровении. Он связывал эти три момента откровения, избавления и откровения с праздниками. Он... 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 diet ему listen time Праздник опресноков, потом первых плодов, потом шавот, праздник труп, день искупления, праздник кущей. Первое, творение, это Песах, опресноке и первых плодов. Откровение, это праздник шавот. И избавление, это последние три праздника. Праздник труп, день искупления и праздник кущей. И как Бог говорит, три раза в год нужно праздновать праздники. И поэтому Праздник Песах, опресноков, первых плодов, относятся к периоду или сезону празднования опресноков, опресночные дни. И также праздник труп, день искупления, праздник кущей, относятся к периоду или праздникам, дням суккот. И также еще один праздник, которым характеризует этот сезон, период, это шавот. И почему это так важно? И мы отмечаем шавот, потому что именно тогда Морисей принял заповеди, закон. Но также в Деяниях 2 главе, что происходит на этот праздник. Был дан Дух Святой. И поэтому откровение приходит через Слово Бога и через Дух Божий. Вот почему в Исаии 59 главе говорится, «Вот Мой Завет». Мое Слово и Мой Дух, который на вас. Поэтому очень важно понимать Божье Слово и принимать Дух, чтобы получить откровение. То, что Бог берет инициативу в свои руки. Интересно, если мы посмотрим это с точки зрения цикла сезонов повторяющихся. Бог начинает цикл, начиная с творения. И также Бог первый инициировал свободу. И также Бог инициирует свободу от греха и избавлением нас от рабства. И Бог начинает этот цикл с того, что начинает что-то новое. Пророчество говорит о воле Бога и говорит о том, что Бог хочет сделать новое. Видите, Розенцвейг понимал, что Бог говорит о том, что Он планирует делать. И Бог говорит, что это уже сделано, даже задолго до того, как это еще не начато. И Бог говорит о том, что Он планирует нам, что Он планирует делать. И Бог говорит о том, что Он планирует сделать. И говорит об этом, как будто это уже существует. Вот почему Он говорит Аврааму, что у него была такая вера, вера в то, что... Бог творит что-то, как будто это уже есть, хотя еще в природе этого нет. Поэтому, допустим, у Бога есть определенный план для вас. И Он хочет, чтобы вы что-то новое сделали. И Он обращается к вашему сердцу через пророчество. И Он говорит о том, что Он сделает до того, как Он это уже совершит. Иногда, когда Он будет говорить вам что-то, вы думаете, что это звучит ненормально. Потому что этого еще не существует. Но Бог говорит, что это уже существует, потому что в Его разуме это уже есть. И я хотел бы рассказать вам свидетельства о том, что Бог сделал в моей жизни. Десять лет у нас не было детей, мы не могли иметь детей. Мы ходили к врачам, проверялись и ничего не могли найти. И в один день, когда я молился, Бог говорит мне о молитве, скажи своей жене, что она беременна. Это очень трудно сказать кому-то. И я боролся с Богом по этому поводу. И поэтому, это не произошло сразу же, но Бог в своем уме уже это сделал. И поэтому через несколько месяцев она забеременела. И Бог сказал, что это уже произошло задолго до того, как это уже было. И вот как Бог творит новое, и Песах это первый праздник этого цикла. И мы всегда откликаемся на то, что Бог творит. И праздник опресноков, все это вращается вокруг освящения и посвящения. Интересно, что Песах это одно событие, но опресноке длятся семь дней. И все это потому, что опреснок — это процесс очищения. И мы откликаемся на то, что Бог творит. Поэтому, допустим, Бог избавляет вас от какого-то рабства. Очень важно отреагировать на это и также пройти определенный процесс. И когда вы пройдете через этот процесс, то, что Бог творит, это будет завершено. И, допустим, человек избавляет кого-то от плохой привычки. И мы отказываемся от этой привычки за какой-то период времени проходит процесс. И это завершает ту свободу, которую Бог дал нам. Праздник первых плодов — это тогда, когда мы отдаем Богу. Мы отдаем Богу обратно, и это запечатывает Божью работу. Например, когда студенты учатся в медицинском институте, после того, как они все уже изучили, они должны обучать других студентов. И поэтому мы завершаем творение или свободу тем, что мы отдаем другим. И поэтому в этих праздниках, в трех праздниках, Бог берет инициативу в Своей руке, Он творит новое. И помните, что между праздниками опресников и шавуот проходит 50 дней. И в этот период Бог делает что-то. Он запечатывает Своё творение, что-то новое, Своим Духом. И в Писании говорится, что Дух Святой — это залог будущего. И это залог искупления. Затем праздник, времена праздника, труп. Мы готовим, подготавливаем наши сердца для того, чтобы быть искупленными. И в день искупления мы возвращаемся к Богу. И в традиционном иудаизме верят, что в день искупления Бог избавляет нас от грехов. Но мы понимаем, что Иешуа есть нашим искуплением. И мы готовим наше сердце, чтобы принять Его искупление. Тешува. Это значит покаяние. Раз в год люди отмечают День искупления и каются. Но мы принимаем искупление Христово по-другому. И после того, как мы приняли Его искупление, мы покоимся в Боге. И в времена праздника Суккот мы размышляем о всем том, что сделал Бог. И мы по достоинству оценим Его искупление. И Розенцвейг понимал, каким образом Бог продвигается от Откровения к Откровению, затем к Искуплению. Есть ли какие-то вопросы по этому? На веб-страничке служения вы можете увидеть Ariseandglory.org И увидеть весь этот план, схему, то, что я разработал в отношении праздников. И там разработана такая программа ученичества, основанная на этой схеме. Поэтому вы можете увидеть, что в Розенцвейге был очень большой прорыв в еврейской мысли. До Розенцвейга евреи не понимали взаимоотношения с Богом. Они понимали, что нужно делать какие-то поступки. И они понимали, что делать хорошие действия. Так же добрые дела. Но не очень они осознавали эту концепцию взаимоотношений. Потому что что помогает понять эту концепцию взаимоотношений это понимание взаимоотношений между отцом и сыном. Он понимал, что у сына была любовь отца. Сын осознавал любовь отца. Так же сын понимал, какая милость была у отца к людям. Это почему это так важно, как Стрима говорит, любить милостью, делать правильную, и ходить слабо с Богом. Где это написано? Где это написано? Что добро и чего требует от тебя Господь? Действовать справедливо, любить дела милосердия, и смиренно мудренно ходить перед Богом твоим. Розенцвейг понимал, что христианская теология означает конец греческой философии. И он говорил о важности того, чтобы понимать Слово Божие, а не греческую философию. Так же он понимал 1 Коринфянам 13.13. А теперь прибывают сие три, вера, надежда, любовь, но любовь из них больше. Он понимал, что важно иметь веру. Он понимал, что вера дает нам надежду. И также понимал важность любви. И в любви мы можем понять Божие искупления. И в любви мы можем понимать Его милость. И он это понимал, поскольку он знал о взаимоотношениях отца и сына. Он понимал, что прежние жертвоприношения не были важны. Потому что Иешуа уже стал окончательной жертвой. Как пример Милости Бога. И вот почему важно, чтобы мы понимали, что такое милость. Именно таким образом мы получаем откровение Бога. И это было огромное отличие в еврейской мысли. И это также дало продолжение по следующим изменениям в еврейской мысли. И дальше мы будем изучать Мартин Бубер. Бубер был активным сионистом. И он понимал духовные ценности. И вначале он даже был хасидом. И он очень восхищался хасидской культурой. Потому что он видел, что хасиды на самом деле воплощают свою веру в жизнь. И он видел, что они не были лицемерами, как предыдущие евреи. И он также видел, что для Бога община была очень важна. Потому что Бубер понимал важность взаимоотношений. Взаимоотношения с Богом и взаимоотношения между людьми. И Бубер учил взаимоотношения между я и оно, и также я и вы, или ты, Бог. То, что он имел ввиду я и оно, и оно, это какой-то предмет. Предмет, и у вас есть взаимоотношения с предметом. Но такого невозможно. У вас не могут быть отношения с предметом. И он говорил, что вот какие взаимоотношения у большинства людей с Богом. Они думают, что Бог это просто предмет. С другой стороны, он понимал, что с Богом можно иметь отношения как с человеком. А какие отношения у нас с человеком? Это общение друг с другом. Невозможно общаться с каким-то предметом, вещью. Но можно общаться друг с другом. И он говорил, что именно таким образом важно общаться с Богом. И, возможно, для нас это звучит глупо, поскольку мы уже общаемся с Богом. Но когда он писал об этом, это было что-то новое. Потому что до тех пор они рассматривали Бога как какой-то предмет. Поэтому Бубер был своего рода пионером в том, чтобы говорить о взаимоотношениях и общении с Богом. И он учил о том, что можно иметь отношения с Богом благодаря молитве, через молитву. И также в процессе размышления над его словом и размышления о Боге. И он говорил, что невозможно изучить Бога так же, как вы изучаете какой-то предмет. И он также видел, что большинство людей изучают Бога, но на самом деле не общаются с Ним. И он взял пример Розенцвейга и говорил, что очень важно испытывать Бога. И это концепция опыта, испытывание Бога, опыта Бога. Это было что-то тоже новое в то время. И хотя он не был христианином, и он не понимал, кто такой Дух Святой, все равно он верил в то, что должно быть взаимоотношение с Богом и общение. И еще Бубер понимал, это важность слова. И так же интересно, что он вместе с Розенцвейгом сделал один перевод, версию перевода Библии. И он верил, что можно очень близко знать Бога. И мы будем знать Бога очень близко, если будем знать Его Слово и будем общаться с Ним в молитве. Поэтому Бубер сосредоточился на опыте с Богом. И он учил тому, каким образом можно иметь взаимоотношения с Богом. Таким же образом, какие взаимоотношения были у Давида с Богом. И он говорил, что это взаимоотношение с Богом, взаимоотношение Завета. Давайте откроем Солом 24. Вчера я цитировал Солом 24, 14. Тайна Господня, боящимся Его, и Завет свой Он открывает им. И мне нравится, как Давид говорит, покажи мне свои пути. В 24-м Псалме, 4-й, 5-й стихи. Укажи мне, Господи, пути Твои, научи меня стезям Твоим, направь меня на истину Твою и научи меня. Интересно, как на протяжении всех лет раввины учили традиции, обычаи. Но здесь, в Слове, мы можем видеть, какие взаимоотношения у нас могут быть с Богом. Бубер также понимал, что Розенцвейг учил о милости. В 9-м стихе направляет кротких к правде, научает кротких путям своим. И все пути Господни – милость и истина. Суд и милость. В еврейской традиции суд – это что-то негативное. Или же вы совершаете грех, тогда вас нужно судить. Бубер понимал так, как Давид, что Божий суд – это его милость. Помните, как в Скинии? В скинии священник приносил жертву. И выливал кровь на алтарь. И затем поднимался дым. И он видел, что он находился у трона милости. Интересно, что в Скинии Бог сидит на троне милости. И так же Бог судит наши грехи и в то же время милость. И милость – мы могли действительно понимать, что это, чтобы иметь отношение с Богом. И Бубер понимал, что Бог открывает нам свои тайны так же, как об этом говорится в Писании. И я люблю, как он также понимал, что в Палме 26-м. В 4-м стихе. Одного просил я у Господа. Того только ищу. Чтобы пребывать мне в Доме Господнем во все дни жизни моей. Созерцать красоту Господню. И посещать храм Его. Интересно, что раввины не понимали, что значит посещать храм, пребывать в его храме. Видите, Бог хочет открыть Своё сердце нам. И Он хочет открыть нам Свои тайны. И для этого Он хочет иметь отношение с нами. И когда мы общаемся с евреями, то мы должны говорить им о том, каким образом можно иметь отношение с Богом. Что это не просто добрые дела. Бубер также верил, что Бог находится везде. И также от нас зависит, пойдем ли мы дальше и увидим ли мы Его. Он не верил в то, что Бог – это какой-то загадочный, мистичный Бог. И в последующем мы посмотрим на других, которые рассматривали Бога с мистической точки зрения. Поэтому это не только вопрос ощущения чего-либо, но также получения откровения от Бога. И вот почему те люди, которые не понимают Дух Святой, критикуют тех, которые понимают и думают, что всё это только связано с чувствами. И так как нам всегда нужно возвращаться к Слову. И Бубер учил тому, что религия должна быть чем-то очень реальным в нашей жизни. И если мы только соседачиваемся на добрых делах, тогда религия не приносит нам особой пользы. И мы должны верить, что Слово Бога – истина. И мы должны верить, что Слово Божье имеет власть. И Бубер также, как и Розенцвейг, думал, что Бог всегда творит что-то новое. И когда мы наблюдаем за действиями Бога, мы видим, что Бог творит, и Он повторяет, и Он воссоздает. И если мы верим, что Бог всегда что-то воссоздает, то это нам дает надежду. И люди, у которых нет никакой надежды, не верят, что Бог может изменять ситуацию. И они не понимают творческую работу Бога. Так же он учил, что Бог не навязывает свою волю человеку. Но Он дает нам возможность, способность откликнуться. Так же он понимал, что Бог дает нам обетование. И он понимал, что Бог дал обетование Аврааму, и затем исполнил обетование. Как вы помните, что Маймонид, он фокусировался только на Моисе, но не на Аврааме, Исааке и Иакове. Бубер возвращает нас обратно к Аврааму, Исааку и Иакову. И он учил тому, какие отношения были у Авраама с Богом. И мы можем видеть в Писании, как Авраам обращался к Богу, и у него были отношения с Богом. Так же он понимал, каким образом Бог дает задания человеку. Так же, как Бог дал задание Аврааму уйти из своей страны. И с такой точки зрения, он видит, что Он дает задания нам. И для этого нужна вера. Так как Бог может вести вас и может давать вам задания. И это то, как мы испытываем Бога, что мы верим в Его обетование, то, что Он говорит, и что Он обещает завершить в будущем. И что интересно в отношении Божьих заданий, что есть какая-то степень неопределенности. Но когда у нас есть Слово Божье, и мы верим в это Слово, которое Он сказал в нашем сердце, тогда у нас появляется вера. И когда мы будем проходить свою жизнь, то будем совершать ошибки. И вот когда появляется милость Бога. Потому что Его милость всегда нас приведет в то место, где мы должны быть. И Давид тоже испытал милость Бога с этой точки зрения. Псалом 26, стихи 27. 27, 11. И Он говорит, в ситуации, когда враг восстает против Него. В 13 стихе. Я бы потерял свое сердце, если бы я не поверил. Если бы я не поверил, что вижу благость Бога на земле живых. И затем Он говорит, надейся на Бога. И мужайся. И Он укрепит твое сердце. Когда мы развиваем свое отношение с Богом, то Он дает нам смелость. И это также дает нам надежду. И если у нас есть надежду, то мы можем верить в будущее. И также вы знаете из истории еврейского народа. Что очень часто мы сосредотачиваемся на прошлом. Так как во многих случаях наше прошлое было очень плохим. И разница в том, когда у нас есть надежда или нет надежды. Это когда мы верим в Его Слово. И у нас появляется вера в будущее. И люди, которые не знают Бога, живут в отчаянии и в беспокойстве. И все это из-за того, что у нас нет никакой надежды. И то, в чем нуждается наш народ, это надежда в будущем. И легче иметь надежду в будущем, когда есть вера в Бога. Если мы живем под судом, то это не даст нам никакой надежды. И это, когда мы принимаем милость Бога, тогда появляется надежда. И мы понимаем, что если мы делаем неправильно, то мы можем верить и иметь милость. И это еще одно, о чем учил Бубер, о милости Бога. И он понимал, что многие люди, из-за того, что рассматривают Бога как предмет. Поэтому они не понимают Его милости. Он также понимал, что большинство людей не могут вынести наказание Бога. И они думают о Боге, о том, который постоянно наказывает. И они не понимают милости Бога. И это, потому что одна вещь, которую Господь делает Бога, это делает нам responsable и подотчетным. И что еще делает Слово Божие? Оно помогает нам быть подотчетным. И большинство не хотят иметь этой подотчетности, иначе Бог будет их судить по их мнению. Но если вы понимаете, что милость Бога вас не будет беспокоить Его суд. Так же Бубер учил, что очень важно понимать истину Бога. И даже если мы сделаем что-то неправильно, Бог будет нас судить, но Его истина приведет нас к милости. И большинство людей боятся Бога из-за того, что Он будет их судить. И нет повода беспокоиться, если вы знаете, что Бог проявит к вам милость. Это очень отличает тех евреев, которые делают только добрые дела и не понимают милости Бога. И поэтому очень важно, чтобы мы помогли евреям понять милость Бога. И эту милость мы понимаем, когда у нас есть отношение с Богом. И милость мы понимаем, когда у нас есть отношение с Богом. Еще одна вещь, которую Бубер понимал, было, что слово имеет императивы. В другом смысле, делай это, не делай это. Это не выбор, да или нет, но делай, что слово говорит. Также Бубер учил, что слово Божье это повеление, это не выбор, а повеление, которое нам дано. Также он понимал то обетование, которое было дано Аврааму. Когда мы послушны в вере, тогда мы становимся благословением для других людей. Вы помните, Бог сказал Аврааму, что он станет благословением для многих народов. И он был благословением, потому что у него была вера, и он послушался. Авраам также был в милости Божьей. И у Авраама вера не появилась внезапно, она у него возрастала в процессе. Абраам слушался Бога, но он также делал ошибки. И принимал милость Бога даже после совершения ошибок. Например, вы помните, когда он пошел в Египет, и он позволил его жену, чтобы фараон забрал его жену. И он сказал фараону, что она его сестра. И Бог защитил ее от зла. Он оказал милость ей. И Авраам научился Божьей милости даже несмотря на свои ошибки. И таким же образом Бог учит нас Своей милости. Своей милости.